Духовные упражнения. Так свою книжку назвал Пьер Адо, французский философ. И как вы думаете, о чем она? Не религиозная книжка. Нет. Это книжка о том, как раньше люди относились к мысли. Раньше же не было философии. Представляете, сидит Платон и говорит, я создаю школу философии, она станет столпом, на ней построится вся мировая цивилизация, сяду-ка, я тут поразмыслю, напишу несколько диалогов. Но не было у него такой истории. Он осмыслял жизнь. Он столкнулся с многими всякими... Его учителя казнили, он сам был в рабстве. Черт вступит, что не происходило. Он осмыслял жизнь. И писал тексты, которые в его Платоновской академии, такие были, сад был у Пикура, ликей был у Аристотеля и так далее, в котором чтение этих текстов структурировало их внутреннее содержание, отвечало на их фундаментальные вопросы о жизни и смерти, о справедливости и власти, о свободе и обязательствах, о благе и пороке и так далее. И это и было всегда духовными упражнениями. Работа с текстами специальными, которые созданы для того, чтобы, читая их, вы становились сложнее, потому что вы определяете, читая это, свои собственные состояния, свои собственные устремления, свои собственные таланты, свои собственные цели, свои мотивы. Видите их в контексте жизненных событий, исторических процессов, человеческих отношений и так далее. И это создает объем ваш собственный, вашу цельность, вашу силу внутреннюю. Потому что только мы и есть сейчас в мире, потому что когда нас стало так много, мы все обезличены, и мы никому не нужны на самом деле. Ну то есть вот как бы и пропади человека, не заметит никто, понимаете. Все, перестало быть время, когда какие-то хоть что-то такое ценное, где-то было в людях. И вот задача духовных упражнений, роста этого внутреннего. Это могут быть тексты по психологии, это всегда, по крайней мере, понятные вещи. Ну то есть ты читаешь, ты хотя бы что-то начинаешь понимать про себя. Тексты философские. Есть сейчас множество совершенно замечательных книг, которые написаны не для специалистов, но в которых рассматриваются ключевые вопросы, которые философией рассматриваются. Есть множество видео, где это все рассматривается, изучается. И есть, собственно, и есть практики, понимаете. Практики, когда вы учитесь, когда вы структурируете эти знания, когда вы конспектируете, когда вы пытаетесь обрести самих себя. Мы сами — это не то, что пришло в этот мир. Мы сами — это то, что мы в этом мире смогли выпистывать из себя. Вот что такое духовное упражнение. Продолжение следует...